Кубанская столица вошла в топ-10 самых гостеприимных городов. Известный сервис онлайн-бронирования составил собственный рейтинг, как раз ко Всемирному дню туризма. Гостей мы привлекаем и самобытной культурой, и архитектурой, и мягким климатом. Да так, что туристы часто меняют свое место жительства и оседают в Краснодаре. Так случилось и в жизни нашего специального корреспондента Яны Бузычкиной. Какие места сегодня популярны среди гостей города и что советуют коренные жители? Об этом прямо сейчас. Обычно мы представляемся в конце репортажа, но сегодня исключительный случай. Я Яна Бузычкина, это Артем Тумарь, и мы понаехали. Город, в котором мы уже живем, работаем, до сих пор остается для нас загадкой. Найти коренного краснодатца, который покажет Краснодар, изнутри оказалась задачей сложной. Куда пойти и что посмотреть? Популярный вопрос у всех, кто приезжает в новый город. Шорт-лист самых посещаемых мест Краснодара. Улица Красная, парк Солнечный остров и городской сад. Хотим напроситься на экскурсию и мы. Ищем коренного жителя. А встречаем тоже приезжих. Ну, Красную улицу однозначно нужно смотреть. А кроме того, я мало чего знаю в Краснодаре, потому что приезжий сам. Парк 30-летие, пожалуйста, рядом. УЗИ-театр есть, и драм-театр есть, и театр оперетты. А вот наш коллега Алексей Шулепов в Краснодаре знает каждую улочку. Детство, отрочество, юность. Все прошло здесь, в родном городе. Алексей погрузил нас в свои воспоминания. Оказывается, несколько десятков лет назад Краснодар был совсем другим. Первая точка – универмаг центральный. Сегодня на его месте торгово-офисный объект. Очень часто мы приезжали с мамой, у нас было такое путешествие в центр города. Приезжали вот сюда, на кооперативный рынок, потому что от университета туда шло несколько трамвая. Ну и дальше такая первая остановка – это вот универмаг. Он, по-моему, назывался центральный. И пока мама ходила по отделам, я, как правило, находился рядом с будкой гравера. Мне очень нравилось, как он работает, как жужжит этот аппарат граверный. И как он очень красиво выводит такие дарственные надписи. А после прогулки по Красной маленький Леша шел в сторону городского сада, либо в Дом книги. Самый счастливый момент, когда мама покупала там игрушку. А вместо вот этой кофейни раньше была пельменная. Нагулявшись, мы обычно опять же возвращались на кооперативный рынок, чтобы сесть на трамвай. И здесь, вот в этом месте, была пельменная. Ну, либо мы уже так уставали, я был голодный, либо они действительно знали какой-то секрет. Но мне казалось, что пельмени там были самые вкусные. И многие из тех, кто давно живет в Краснодаре, наверняка это место тоже помнят. Другой наш коллега тоже коренной житель, телеоператор Олег Поддубный рекомендует посетить кинотеатр «Аврора». Любимое место отдыха для многих поколений, символ кубанской столицы. В 1981 году было признано памятником архитектуры. Когда я сюда переехала, я у всех спрашивала, что можно посетить, что можно посмотреть. И одно из мест – это была «Аврора». Я сюда пришла, увидела, и я не поняла, в чем эта достопримечательность выражается. Это сейчас «Аврора» в разрушенном состоянии, и она вообще выглядит совершенно непрезентабельно. А в прошлом, в далекие, во времена моего детства, это было одно из самых красивых зданий этого города. Авангардный дизайн, вот странный такой. «Аврора» – самопамятник прекрасный. Перед ней сейчас фонтаны тоже восстановили, но они уже другой формы. А перед ней было два прекрасных фонтана с шарами. В советском детстве было хорошо. Внутри «Авроры» в самом здании была пальма, и она до сих пор там растет. Кинотеатр такой дорогой сердцам жителей реконструирует. Причем обещает сохранить в первозданном виде. Так что у нас еще будет возможность оценить и пальму, и архитектуру здания. А фонтаны перед кинотеатром новые. Олег говорит, краше прежних. Было два фонтана. Один был маленький, неглубокий, а второй был глубокий. Я там, честно говоря, научился плавать впервые. До речки отсюда из центра ехать далеко, хотя мы и на речку часто ездили. А фонтан, вот он рядышком, мелко, надежно, тепло, вода быстро прогревается. И здорово, детский досуг. Краснодар тогда и сейчас. Что общего? Как не менялся краевой центр, он все так же любим его жителями. Город, в котором хочется остаться и каждый раз открывать его заново. Остались и мы. Яна Бузычкина, Артем Тумари, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».